Коронавирус создал человек. К сенсационному выводу пришли исследователи из Индийского технологического института в Нью-Дели. Ученые отыскали в генетическом коде COVID-19 фрагменты ВИЧа. Еще в январе работу опубликовали на сайте Биорксив. Медики и биологи со всего мира разнесли труды коллег в пух и прах. Сомнительную теорию поддержал лишь французский вирусолог Люк Монтанье. Если вы хотите, чтобы в геноме коронавируса возникла бы последовательность вируса иммунодефицита, нужно обладать соответствующими инструментами на молекулярном уровне, это не может произойти естественно. По словам Нобелевского лауреата, колыбель смертельного вируса – лаборатория в Ухане. Институт расположен в двух шагах от рынка, где торгуют экзотическими животными. Президент США подливает масло в огонь. Дональд Трамп готов предоставить доказательства, что коронавирус – зараза из пробирки и обвиняет ВОЗ в некомпетентности. И я думаю, что Всемирной организации здравоохранения должно быть стыдно, так как она стала пиар-агентством Китая. Ответ из Поднебесной не заставил себя ждать. В МИДИК НДР назвали слова и действия американских политиков аморальными – терпение китайских властей на исходе. То, что они лгут, приведет к тому, что будет потрачено больше времени на борьбу с болезнью. А это вызовет еще большие потери среди населения. Несмотря на это, Китай не допустил экспертов ВОЗ к расследованию о происхождении COVID-19. Ученые сходятся во мнении – РНК-вирусы – самоизменчивые и могут с легкостью взаимодействовать друг с другом. Человечеству известно 34 вида коронавирусов. Ни больше, ни меньше. Четыре из них – сезонные инфекции. А строить конспирологические теории вокруг пандемии – все равно, что в доме висельника говорить о веревке. Здесь нужно не гадать, а нужно очень серьезные провести исследования. Пришелец из космоса. Экзобиолог из университета в Уэльсе на голубом глазу заверил – коронавирус мог принести на Землю метеорит. НЛО взорвался над Китаем в октябре. В Российской академии наук уже проверяют эту теорию. Это очень интересный эксперимент с точки зрения возможности внешнего заноса биогенных веществ, в том числе цепочек нуклеотидов, которые могут явиться основой для синтеза чего-нибудь вирусоподобного. Это нужно исследовать. Личный переводчик Ванги и вовсе заверил – болгарская провидица предсказала пандемию еще 25 лет назад. Люди будут падать на улицах без видимой причины. Кум Ванги Сергей Косторной уверяет – предсказательница знала точное время и место, где вспыхнет эпидемия. Провидица также предупредила – лекарства могут не найти. Она тоже говорила, что придет такое время, когда надо держаться всем вместе, а верховным правителям думать о сбережении нации. Биологическое оружие, проклятие, пришелец из космоса, теории заговора вокруг коронавируса поражают воображение, но никак не помогают бороться с болезнью. Между тем, BBC со ссылкой на свои источники сообщила – иностранные шпионы вовсю интересуются вакциной от COVID-19. Директор Центра контрразведки и безопасности предупредил о рисках кибератак на медучреждения по всему миру. Владислав Боев, итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова